Я учусь в гимназии. Моя учительница Оксана Анатольевна. Я люблю предмет, математику, и чтение, и физкультуру. Где ты живешь? Какой город? Я живу в Львове и Бинске. Что есть интересного в твоем городе? Ничего нет интересного. Да ладно, да не может быть. Город какой красивый. Название красивое. Ну там очень много стендлевьев. Так. Ну что-нибудь про себя еще. Про твоё любимое занятие. Про маму, про бабушку. Так. Моя бабушка работает в детском саду. Так. С кем другу? Как приятелей зовут? Я гружу с Никитой, с Максимом, с Пашей, с Эдиком, с Элёшей, с Сашей. Так. Чем любишь заниматься? Я люблю крыса. Вадь. Так. И пить люблю. Так. Еще. Молодец. �а! Ну а что интересного в школе было перед каникулами? Ну, в школе такого, ну, ничего такого особенного не было, учились, долги сдавали, весь месяц я болел, и вообще, я там не отдыхал даже. А что ты так всю, у тебя одну за другим, чем болел? Да, сначала лечили от ОРЗ, а потом вирус, и вот всё. И так прям на месяц, да? Да, температура 39. Ну, а сейчас нормально себя чувствуешь? Да, замечательно. Хорошо, да. Да, уже не подминут. Снега у вас много? Что? Снега у вас, снега у вас много? Снег лежит. А снега нет уже мало? Уже нет почти, да? Марк, ну а как ты? Какой стих-то нет? Ага. Могут не, солныца нет, но там ещё чуть-чуть есть. Понятно. А кроме школы ты куда ходишь сейчас? А кроме школы я никуда не хожу. В бассейн не ходишь? Нет, не хожу. А на кружок какой-нибудь? Да нет, не на какой-то. А почему? Ну, хотелось бы. Ну, надо куда-то ходить. Ну, просто времени... Ну, просто времени нет. У нас в классы все кто не ходит. Очень немного задают. Вообще прямо. А ты в субботу учишься? Да, учусь. Ну, тебе выходной надо взять. На камеру. Что? Выходной надо взять на субботу. А в субботу у нас всего лишь два урока и всё. Понятно. И по самых лёгких. Ну, а как там мама? Как у мамы настроение? Ну, у мамы замечательное настроение. А бабушка? У неё бабушка хорошо тоже. Ну, всё в порядке у тебя? Да, всё в порядке. Отлично, молодец. Марк, ну давай с тобой до 10 апреля. А скажи мне, пожалуйста, есть у тебя какая-то мечта? Кем может быть стать в будущем? Где учиться? Какой профессии обладеть? Ну, я бы хотела бы закончить эту школу и пойти в какой-нибудь там очень хороший лицей. А потом, когда закончить лицей, стать археологом. О, молодец. Молодец. Вот это да. Вот это у тебя такая мечта стать археологом, да? Да. А чем занимается археолог? Ну, а они сначала делают раскопки, а когда они это всё раскопают в древних животных или динозаврах, они исследуют там, от чего он умер, или от какого-то другого динозавра, или от какой-то болезни, или просто так умер. Ну, а ты что-нибудь, такие исследования ты встречал у себя в городе? Есть у вас, может быть, какой-то кружок, может быть, при музее что-то? Ну, кружка у нас этого нет вообще. А у вас есть такой кружок? Нет, у нас тоже такого кружка нет. Ну, иногда бывает такой кружок юных археологов, когда ребята находят, делают раскопки, какие-то делают находки, и потом проводится такая исследовательская работа, что это за находки, с чем они связаны, к какому времени это относится. Вот этого нет у вас в вашем городе? Нет, нет, нет. А почему у тебя возникла такая идея, именно пойти в археологию? Ну, потому что я там увлекаюсь, я люблю читать там про всяких древних животных, и про динозавров. Ну, мне вот охота самому там раскопать, может быть, какого-то древнего животного, и стать его исследовать. Вот так. Понятно, это очень хорошо. А в твоём городе есть такой институт? Или нужно ехать куда-то, чтобы учиться этой профессии? Да нет, у нас в городе этого нет, и института. Да, и в Куске, наверное, нет. А куда же ты поедешь учиться? Ну, можно, чтобы у нас тут у нас с рук. Понятно, понятно. А скажи-ка мне, пожалуйста, какая у вас сейчас погода? Что у вас на улице? Ну, я не знаю, может быть, у нас минус два сейчас, или минус один, я точно не знаю. В чём вы ходите? Какую одежду нужно надевать? Ну, у нас сейчас веселье, с сапожки можно надеть, веселье, пушатку и куртку веселью можно надеть. Ну, уже в зиме не надевать, во всём сей. Понятно. Значит, уже дело пошло на весну, да? А вот ты мне расскажи про пёсика, девятнадцать лет. Как его зовут? Как он у вас живёт? С кем он гуляет? Ну, его зовут Чарик. Ну, он же не так сильно гуляет, что у него ноги недавно отказали. Вот он у него уколы специальные делал, и он что-то не может встать. Ну, он старенький же у вас, уже девятнадцать лет. Это он уже такой древний старичок, если пересчитать на человеческий возраст. А как же он гуляет? Ну, мы его выносим на руках встали, он сделает все дела. И опять его даром. Понятно. То есть вы его на улицу и назад домой сразу же бегу. А котик? Как насчёт котика? Ну, ну, ей уже четыре года, это не котик, а кошка. У неё зовут Анфиса. У с ней всё хорошо. Людит и брата, она ласковая очень. И часто я, когда там сажусь на диван, она всегда залезает ко мне и лижет волосы. А зачем же она лижет тебе волосы? Ну, я точно не знаю, почему так. Это она, наверное, хочет тебе показать, как она тебя любит. Может, да. Всё нормально, всё хорошо. Это самое главное. То есть не делайте никаких, что ты употребляй или не употребляй. Всё так и должно быть. Всё абсолютно нормативно. Только чтение. Вот чтение остаётся с использованием этой речи. Оно продолжает для него оставаться. Всё остальное так, как он это делает сам. Это всё замечательно. Спасибо вам большое, Светлана Борисовна. Вам, Алексею Арнольдовичу, Дмитрию. Обромной всей души вам спасибо за моего сына, за меня, что вы наконец-то счастливы. Спасибо вам большое. Дай вам полздоровья. Вот вы спросили, как у меня дела. Замечательные дела. Потому что всё у нас хорошо. Благодаря вам. Это замечательно. Я очень рада это слышать. И желаю, чтобы в дальнейшем всё было так же хорошо, так же замечательно. И у Марка хорошее настроение, и у вас хорошее настроение. Это самое главное, чтобы и у вас, и у ребёнка всё было хорошо. Светлана Борисовна, но консультации же ещё будут, вы нас не оставите? Ну, зачем я вас оставлю? Конечно, когда напишите, найдём для вас обязательно время, обязательно будем общаться. Конечно. Не волнуйтесь на этот счёт. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Желаю вам успехов. Спасибо вам большое.